Прежде чем говорить на тему публицистики в России, я скажу вам один факт. Вы только никому об этом не рассказывайте. Публицистика — это не наука. Я знаю, о чем говорю, сам частично занимаюсь и тем, и другим. Просто по той причине, что в России действительно торжествует гегемония публицистов, что я под этим понимаю, это то, что во многих сферах знания, в особенности, если мы говорим об истории, политологии, экономике, доминирует не мнение каких-то известных ученых с научными публикациями, а мнение каких-то публицистов, которые каждый год строчат книги по 400-500 страниц, и при этом эти книги не имеют никакого отношения к реальному знанию в этих областях. Собственно, если мы говорим о публицистике, она представляет собой идеальное средство самовыражения. То есть в чем ее преимущество? Публицистикой может заниматься абсолютно любой человек. Создать мощный экономический базис возрожденного Советского Союза. Потому что мы державой, мы Россия, понятно, нет всех. Публицистика может быть плохой или хорошей, это идеальный инструмент самовыражения, выражения каких-то политических предпочтений. Безусловно, публицистика имеет давнюю историю и, естественно, имеет историю положительную. Однако, не стоит приравнивать публицистику к каким-то научным открытиям, к каким-то научным работам и так далее. Мы неизбежно говорим о том, что во многих областях знания публицисты заменяют собой ученых. В России это особенно проявилось, когда мы говорим о какой-то истории. Если вы придете в любой магазин какой-то крупной книжной торговой сети и подойдете к разделу «История», что вы там увидите? Увидите там книги Николая Старикова, Виктора Суворова, возможно, даже Евгения Панасенкова. И у вас сразу возникнет чувство, а что это? Что это тут делает? Почему это стоит в разделе «История»? Эти люди никакого отношения к исторической науке не имеют. Они не историки, они не экономисты. Это просто публицисты, которые, возможно, имеют профильное образование. Хотя даже если у вас есть профильное образование, но вы никогда не занимались этой деятельностью, ваше образование ни о чем не говорит. То же самое мы можем сказать и о политологии. Если вы включите какое-то очередное ток-шоу из стиля программы Соловьева, что вы там увидите? Путин, 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 Путин Общественный контроль за тем, что говорят люди, вообще исчез. В результате стали востребованы абсолютно какие-то шарлатаны, которые говорят на разные темы без какой-либо специализации. Каким-то сейчас крутым историком может считаться человек, не имеющий никаких ни ученых степеней, ни нормальных публикаций, ни даже профильного образования. В результате люди читают книги Николая Старикова, Армена Гаспаряна, Евгения Панасенкова и многих других. Однако, если мы говорим о каких-то серьезных историках, эти кто такие историки? Они сидят в архивах, они пишут книги несколько лет, они долго над ними работают. То же самое относится и к историкам философии, и к политологам, и к экономистам. Они всегда занимаются какой-то определенной темой, эта тема может быть широкая, но она всегда ограничена. Люди пишут долгие публикации, они к этому подходят старательно. А как делают публицисты? Они пишут книги с пафосным названием и выпускают их огромным тиражом в каких-то достаточно странных издательствах. Как с этим бороться? Ну, во-первых, вы должны всегда знать автора какого-то произведения. Вы должны использовать информационные ресурсы, как лучше это анализировать. Естественно, вы можете этого не делать, это ваше право. Другое дело, что в таком случае вы можете попасть под влияние людей, которые на самом деле в теме, о которой пишут, мало что понимают. Это, к сожалению, актуальная проблема для России. Однако, надо сказать, что и на Западе определенная скандальная публицистика существует. Мы можем вспомнить легендарного Патрика Бьюкинина и его идею «Смерть Запада», о том, что какие-то мифические культурные марксисты хотят уничтожить западную цивилизацию. Однако, если вы зайдете в западные книжные магазины, вы не найдете книги Патрика Бьюкинина в разделе «Политология», в разделе «История». Он считается просто писателем. Это так и должно быть. Никто не говорит о том, что надо ограничить их мнение. Другое дело, что почему их мнение вообще должно считаться какой-то наукой. Это просто другая сфера. Если она кому-то интересна, то пожалуйста. Но не стоит смешивать это с какой-то реальной научной деятельностью. Здесь сразу можно задаться вопросом. Почему же публицистика имеет такую популярность, а официальная наука нет? С одной стороны, здесь мы имеем дело с низким финансированием науки как таковой, в результате чего ученые пишут какие-то небольшие статьи в журналах, которые никто не читает. Отдавая предпочтение статьям, а не крупным монографиям по той причине, что это требует много сил, много времени, а зарплаты ученых, мягко говоря, не очень большие. У нас, где очень сильно заботятся о молодых, могут еще доплачивать прибавку. И таким образом суммарный ваш доход будет около 16 тысяч рублей. В то время как публицисты могут строчить целые гигантские тома каждый год, выпуская их крупными тиражами, естественно, у людей гораздо больше шанс купить эту книгу, чем книгу какого-то известного ученого. Другое дело, что здесь также подключается телевидение. Гораздо логичнее, чтобы поднять рейтинг какой-то передачи, пригласить того же Николая Старикова, чем пригласить какого-то известного историка, специалиста в какой-то конкретной теме. Это не он ли когда-то написал книгу о том, что Октябрьский переворот фактически совершила Великобритания в своих интересах и на свои деньги? Это бред сивой кобылы в лунную ночь. Как с этим бороться? На самом деле борьба с уже наукой не может быть так же связана и с борьбой за какое-то абсолютное знание. При нормальном развитии социального государства подобные исследования вряд ли бы обрели такую популярность, как они обрели сейчас. Всегда проверяйте и будьте критическими мыслящими. Подписывайтесь на наш канал Рабкор.